Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни. Сегодня говорим о теме здоровья и исцеления, потому что эта тема была выбрана как одной из важных в нашем голосовании в сообществе в Вайбере и в Телеграме. Когда я говорю об исцелении, я говорю не просто о состоянии здоровья физического, но и о целостности в целом. То есть целостность между духом, телом, разумом, чтобы все было вместе как единое целое. И когда это происходит, тогда у человека как раз и нет болезней. То есть что такое по сути болезнь? Мы сравним это с словом боль. То есть когда уже в теле появляются какие-то болезненные ощущения, они, конечно же, могут уже проявиться в теле, как, допустим, какая-то язва, рана, опухоль и так далее. Могут проявиться и по-другому. Но важный момент, что человек пропускает нечто раньше, когда он, например, делает нелюбимое дело, проявляет негативные эмоции, находится под подавлением или сам подавляет кого-то. И в этот момент у него происходит что? У него происходит то, что человек начинает постепенно скатываться, постепенно все хуже состояние, хуже, хуже. И то есть болезнь – это уже, можно сказать, последний этап, когда на уровне тела проявляется, что важно что-то начать менять. То есть в каком плане начать менять? Начать менять свой образ жизни, свое сознание. Потому что человек, который, например, если будет просто пить препараты, то это не поможет. Потому что это приведет просто, ну, к примеру, там уберет какие-то симптомы и все. А внутреннее состояние не поменяется. Вот, чтобы поменялось внутреннее состояние, очень важно наблюдать за собой, что происходит. И, конечно же, убирать те вещи, которые мешают проявлению здорового целостного состояния. Вот я как раз в Академии счастья делаю процессинг, который позволяет человеку убрать вот эти негативные вещи в уме. То есть негативный заряд, который делает тело больным. По сути, это психосоматика, то, что называется, когда у человека в уме есть какой-то заряд, и он включается, и тело начинает страдать. Убирая этот заряд, тело перестает страдать. Вы, возможно, видели даже, что некоторые люди, они просто предрасположены к болезням, потому что находятся под состоянием стресса, подавления. Они предрасположены к несчастным случаям, тоже по той же причине. Убирая вот это подавление, которое у человека находится в уме, то мы как раз и делаем человеку лучше. То есть мы делаем его целостным, цельным и здоровым. Поэтому здоровье и целостность – это, по сути, сходные понятия. Когда у человека есть целостность, он здоров, он счастлив, у него хорошее, бодрое состояние. Он готов делать то, что ему нравится, и заниматься, конечно же, любимым делом. Поэтому мой посыл в данном видео – это важно быть целостным, то есть идти к состоянию целостности. Если у вас есть разделенность, то пишите мне, я расскажу, как это можно урегулировать. Первая консультация бесплатно, и все мои контакты под этим видео в описании. Конечно же, можно писать комментарии, если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Также подписывайтесь на канал, ставьте отметку «Нравится» и делитесь этим видео с друзьями, а колокольчик для напоминания о новых видео. По средам провожу прямые эфиры в 19.00, где можно задать тоже вопросы и более подробно узнать о том, как все происходит и, соответственно, узнать, как можно улучшить свое состояние. Вот на этом, друзья, на сегодня все. Всем здравия, целостности и до скорой встречи в следующем видео.